Привет, ребятки! Утро девятого дня на часах 8.39. Мы выехали из Баракоа в сторону Ольгина. Но поскольку мы не любим ездить с одними и теми же дорогами, мы решили поехать по северам. И, к сожалению, на дорожке здесь, мягко говоря, не очень. Такой скальник. Уже 36 километров мы едем. Очень жесткий скальник. Средняя скорость тут 30-40 км в час. Ну, очень надеемся, что скоро все это изобрать закончится. Доехали мы до городка Моэ. И у них здесь находится никелевый метроубийский комбинат. Стоит прямо на берегу моря и срет прямо жестко по самому морю. Один мы уже проехали, он выключенный был. Ничего не дымило. А этот прямо, там уж не надоест. Рабочий. Что приятно, здесь, по крайней мере, хоть дорога нормальная есть. С пальто. Там уже 50 км по полному дорожке есть. Да, он выглядит прямо впечатляюще, как в уши в домах Лондона и Парижа. Даже запечатлеть на фото. Ну, а вот и сам карьер никелевый. Вообще, конечно, жесть полная. Ну, очень похоже на наши эти, на районе Мончегорска. Такие же примерно ужасы. Ну, дымит тут этот сон. Жестокый. Сейчас я вам покажу, как выглядит экологическая катастрофа. Вот вот никелевый завод, кобальт они производят. Стоит выхуб. Вонь вообще невероятная. Какой-то серый ужас. Вообще дышать невозможно. И все это срань распространяется на все ближайшие горы. Это просто катастрофа. Ну, и все отходы, вот, все в море сливается в реки. Реки все красные. Это не правда, что будто это просто адвая жесть. Кошмар. Ну, вот на заправочке стоит китайский гибрид. Дайкири Турс. Забочивает замарка. Нарядный, да, чего-то. Уж китайцы до сюда докатились. Решили осмотреть центр Ольгино. И так-то сам город показался достаточно унылым. Это центральная пешеходная улица. Но из всех городов, что увидели, наверное, самый унылый. Хотя почему-то мне такое романтичное название казалось. Думал, здесь будет круто. Так, вот ознакомиться с ассортиментом кафе. Да, Сон Сомалиевна? Сейчас давайте ознакомимся. Пришли на базарчик. Всякие бусики продают. Игрушечки, поделочки. Прямо роскошь. Роскошь, сувовники. Как в Таиланде практически. Здесь, как в Африке. И вот такая вот галерея со всяким зеленецом и шмуртичком. Зима романтичная. Пришли мы тут в пиццерию перекусить на обед. Сказали себе пиццу. Она что-то меня не поняла. Пронесла нам две пиццы. Ну, мы одну съели. А вторую, говорю, упакуй. Она ее, короче, свернула пополам. В пакетик сунула. И все, упаковала все ништяк. Так что будем ездить, как шурму ее по приезду. Вот так вот прям. Ребяточки, наш девятый день был крайне тяжелым. Сейчас время где-то уже на 9 или 10 час. Мы сегодня отмахали, наверное, километров 700. По совершенно убитым каким-то, не знаю, там, грунтовкам, каких-то убитым дорогам. Ну, как же, где-то 13 часов мы в пути были. Это просто адовый трэш. Сожгли практически весь бензин. Заправить смогли только один раз 10 литров. Бак у нас почти сухой. Заезжали на Кайя Кока. Там в отеле слились не смогли. Точнее, не смогли бы, но там ценники. 200-400 долларов в ночь. Короче, мы плюнули. В итоге отмахали лишние 120 километров туда-обратно до Кайя Кока. Вернулись в город Марон. Среди ночи начали подыскать хостел. Объехали, наверное, тут десятка-полтора. Либо закрыто, либо ни хрена нету. И тут совершенно чудом нашли совершенно охренительный гостевой дом. Шикарную комнату даже с собственным генератором. Потому что свет опять в городе вырубили. У нас тут даже кондиционеры, если даже бассейн в гостевом доме. И всего 30 евро. Это просто какой-то праздник. Мы хотим жрать. Нас шатает на ногах, еле стоим. Кстати, даже зонтик и сейф есть. Сейчас у нас будет парюмочки. Пицца осталась с обеда. И вот смотрите мою рожу. Я сегодня это махал. У меня же глаза красные. По этим убитым дорогам. Среди ослов, коров и этих полосок живых. Это просто какой-то плядь аты. Это других слов нет. Светка вообще в хламы. Еле на ногах стоит. Это кошмар какой-то. Ну что, давайте, ребят, по рюмочке и спать. Добродошли, мои дорогие друзья. Утро десятого дня. Мы наконец-то очень долго, мучительно завтракали и выехали из этого несчастного городка Марун. Во второй раз на... Что там пеликиш, блядь. Что-то у нас колеса, что ли, давление показывает. Глупость. Да, что-то у нас с давлением колес, какая беда. Стоим, посмотрим. Что-то прервало меня. Мы решили проверить, что у нас с колесами. Загорелся датчик давления. Ну, вроде так, на ощупь все колеса целые. Хер узнает. Сейчас приедем на заправку, там вроде был манометр. Короче, наконец-то мы со второй попытки. Вчера ночью мы здесь туда-обратно проехали. Не совы нахлебавшие. Не смогли здесь селиться в отель, потому что там по безумному концу ценнику их торгуют. Сейчас решили уже в просвете дня посмотреть на эту знаменитую косу. Вот она тут длится, наверное, не знаю, как это, 15-20 через море. Длиннющая такая. Ночью, конечно, вообще ничего видно не было. А сейчас достаточно так возбудительно выглядит. Ну и посмотрим знаменитые Кайкопские пляжи и знаменитых российских отдыхающих пакетников. Вот тут какой-то стоит контрольный диспетчерский пункт. В аэропортах какая-то корона с картинками. И народ тут осмотровой, тут что-то фоткается, не фоткается. Едем дальше, ребятки. Итак, мы доехали до самой, так сказать, северо-западной оконечности косы Кайо. Называется Кайо Гильермо. И тут самое интересное, красивое место отель Кимпинск себе отхватил. Мы встали, он на парковке у него и в наглую поперлись. Ну и, естественно, тут никто не живет, все вымершие. Никому тут не надо. Отель, конечно, все убогие здесь, облегчалые и пустые. Сейчас пойдем смотреть на красивый пляж. Ну, никого народу. Ценник, наверное, баксов 800. Он одна чипа на ресепшн, кто скучает. Вот так, снарядник, кудыцкий метод. А, вон, да, беседка, которая на карте. Сберзонотарные какие-то суперроскошные виллы. Наверное, туда надо идти налево. Вот, смотрите, шикарный пятизвездочный отель. Тут какой-то эти надписи все выцвели к херам. Никому ничего не надо, все пожухло. Ну, в принципе, можно сказать, что ухоженно, да. Но видно, что все так на честном слое. Ну, водичка, конечно, шикарная. Типа ля Мальдивы. А пляжа у них, получается, нет, как в кого. Они вот за счет этих вилл. Да, картинка прям красивая. Огонь. Ах, красота. О, представляете, целый живой один турист стоит. Это же вообще просто шок. Во всем Кемпинске один турист. Очередная достопримечательность Каю Гелермо. Какая-то тут видовая точка. Какая-то египетская пирамида, ресторан, смоторая площадка. И виднеется водичка. Совершенно фантастическую цвет, конечно, невероятный. Наверное, да, с Мальдивы можно сравнить по цвету. В Массейшоу такого не было. В Тайванде такого не было. Конечно, круто. Видимо, здесь пляж. Баня. Это ресторан. Ну, какой-то удаленный пляж, да. С травой, муровой. Сейчас заценим. Купаться, конечно, не будем. Ложку помочить можно. Ну, да, фантастика, фантастика. Цвет воды просто сумасшедший. Ну, трава, конечно. Все портит. Ну, да, пляж, конечно, охренеть. То есть, не пляж, а море именно. Пляж, песочек, да, такой. Гипс, беленький. Но трава, трава, все портит. То есть, выбирали, было бы круто. Вот так, конечно, да. Фантастика просто. Поэтому мочу ножки. Ну, водичка тоже. Прохладная, по меркам тропическую острову. Ну, в принципе, такая, освежающая, хорошая. Я бы скупался с удовольствием. Как на Волге. Как раз 25, наверное. Там освежает хорошо. Шикарно, шикарно. Стан Соболевну в шоке. Стан Соболевну в шоке. Цвет, да, безумный просто. Да, нигде такой не есть. Безумный цвет, конечно. Прям даже захотелось скупаться. Мы еще не раз не купали сзади, действительно. Ну, только в водопаде. А в море пока только во второй раз ножками. Все. Фацан там, по самой главной, сел. Мне кайфует. Ну, прохладная водичка такая, освежающая. Прям хорошо заходить будет. Едем к какому-то мостику. А тут стоят статуи. Мы сначала подумали, что это менты стоят с разаром. Оказалось, что это какие-то, типа, статуи рыбаков. А сейчас нас настоящие менты тормознули. Типа, ограничение скорости 30. А я, типа, там опять херачил 60 или 70. Ну, как обычно, тут метод работает под дурачка. Он спрашивает, это испаньоли? Я говорю, нет, говорю, фингвич, руссо. На най. Ну, смотри, я что-то начал про тренда километра. Я говорю, что тренда километра, туда, говорю, тренда километра. Ну, типа, да, туда. Да, типа, ну, тебя херачил. Сейчас ехали по основной трассе. По между Кайко и Кайко и Гильермо. Я смотрю, что-то похоже на КДП стоит. Смотрю на карту, там реально какой-то старый заброшенный аэропорт. Вот, видимо, это было очень давно, потому что здесь все заросло, как в сериале Лост все заброшено. Вот, ну, крайне аутентичненько. Эль Бага, что-то там националь такая вот. Хотели-то пробраться, но она прям вся заросла бревом. Я думаю, нереально. Опять исследуем Кайко и Кока в поисках безлюдных пляжей. Но, похоже, это сделать не очень реально. Вот тут какой-то краб, ресторан с музычкой, катамараны. Похоже, в деревнях живут эти абсурдский персонал. Для них тут тусы устраивают. Вряд ли для туристов. Ого, там даже хоть менее уедет. Такие-то нарядные деревца. Ближаки убежат. Море такое же, как и везде, шикарное. Пляжи, конечно, погрязнее. Но там не одной бородерской мордой. Похоже, Кайкокской. Достаточно удобный видок людей. Что приятно. Итак, мы приехали в очередную локацию. Это соседняя Скайкока, Кайо Перидон. И здесь, настаиваясь, примечательность, это Фаро Перидон. Маяк по-испански. Такая достаточно внушительная шляпа. Вся какая-то заржавевшая. Интересно, работает нет. Прямо смотрю, площадка. Яхточки плавают. Опять охренительного цвета море. Грязь. Камни. Очень круто. Тут даже какие-то кафешки. Вон написано, Кайо Перидон. И у них символы от маяк. Пришли мы на этот маяк. Подняться хотели. Тут написано, УПАСС, эксцессу про ЭБИДУ. Сказали, что нельзя подняться, потому что лестница в ужасном состоянии. Тут какие-то стоят лиса. Вон же кричат, похоже. Ну, говорят, он действующий. В общем, осмотрели мы эту маяк. Вот эту плазу Параперидон. Ну, как обычно, все на купе, все закрыто. Там написано в Келадере. Я хотел купить мороженое, но как обычно, закрыто. И здесь все открыто. Это какой-то диско-клуб. Время, блин, обед. И там сидят кучи каких-то в темноте чуваков в костюмах таких, в белых рубашечках. И бабы в белых тушблузках и с красными галстками. И вот танцовывают под группу музыку вот в этом здании. Я сейчас застеснялся. Смотрите, они как на инпланетяне смотрят. Конечно, танцуют, отжигают, бухают там пиво. Вон, диско написано. Очень запалное какое-то место такое. Как-то все в кубе, очень забавное и аутентичное. Ладно, поехали дальше. В общем, мы на какую-то другую каю. У нас опять проблемы с бензином. Бак практически сухой, там какие-то на 150 осталось. Хотели еще заехать там на каю на разные. Но что-то надо хотя бы доехать куда-нибудь, где бензин есть. И вот сейчас приехали на кассу, где мы жили. Похоже, самый шикарный дом вообще во всем городе. Все остальные домики здесь совершенно убогие. И вообще убогий городок, это Марон. А касса наша прям гламурная. Это дядечка такой серьезный. И вообще к нему приехали насчет бензина потрындеть. Вроде что-то обещал кому-то позвонить, не знаю. Нашли тут шикарное заведение в маленьком городке в каком-то. Долго-долго искали ни одной кафешке, ничего. Тут нашли наши шикарные пиццерии. Дайна спится, это у них сеть такая. Горячей воды нет, потому что у нас чашек нет. Мухи, все, говорили, столы, все мухами засижены, нам их протерли. Зато все очень дешево. Пицца по 1000 рублей. И напитки вообще, по-моему, чуть ли не по 30 рублей. Вода очень дешевая. За 20 рублей 200. Ну, короче, стандартный ценник. Но буду надеяться, что все будет очень вкусно. За саму нашу можно здесь плевать на пол. В этой кафешке выключили свет. Мы сейчас без света сидим. Но они успели, видимо, закинуть ее в печку. И пицца, в общем-то, проготовилась. Но нет ножей, говорят, живите, как качите. А, нет, вроде несет, да. Вот такая вот дамочка. Я тут ошибся нулем в прошлый раз. Вот тут меню этой пиццерии. Пицца, оказывается, стоит 100 рублей. А банка этой Кока-Коу стоит, получается, 70. То есть, вообще жесть. Представляете, в 6 раз дешевле, чем у нас цена пиццы. А я что-то еще тысячу намного сказал. Попутался. Вот общий вид на улицу. Где мы сказали, где пожрать. Тут уже пятница, они тут уже бухаются. Кстати, видели, как продают тут курицу в очередь. Здесь какие-то колбасы, мясо, яйца даже видели. Это вот прям настоящая глубинка такая, какая-то прям дыра какая-то. И вот такая вот шикарная пиццерия. Ну, как обычно, тут пятерки ездят, всякие шляпа. Приехали в Санто-Спилитус. Тут на заправке очередь. Поход бензина нет, что ли. И вот приехал бензовоз. Не знаю, там будем ждать, пока он сольется. Еще вот тут такой вот мачо автобус стоит. Так, куда это мы поехали. Мы его обогнали, кстати, бензовоз пока сюда ехали. Такой вот древний автобус. С какими-то сидушечками дешманскими. Дешманским водительским местом. Там у него даже какой-то мультофончик он есть. Вот такая вот шляпа. Друзья мои, у нас сегодня праздник. Мы тут в Гороке Санк-Кваре. Пытались мучительно найти хостел. Все занято. Что-то вообще какая-то жесть. Откуда здесь столько туристов? И случайно позвонили на гугле, нашли отель. Вот. Отель Америка называется. Вот такой вот приличненький номер. Стоит дешевле, чем хостел. Ты что тут мутишь? И даже с завтраком, и что-то ценник там на уровне тех же 30 евро, грубо говоря, что мы жили сегодня прошлой ночью. И тут у них и парковка, и рестораны, и в центре города. Короче, прям что как надо. Вот сейчас три шлюхи вышли из отеля и пытаются завести мотобайк, чтобы ехать домой. Клиентов обслужили, довольны, с баблом. И никак мне что-то там не заводится. А вот еще две. Ну, тут все прям нормально с этим делал. Отель Америка, ну тут всех обслуживают. Вот, советская красота. Пришли в какой-то рух-топ-бар на 11 этаже. Это самое высокое здание Санта-Клара. Вот здесь сидят местные черти. Прибукивают, жрачки нет. Они тут какой-то пивасик пьют. Сидит какой-то немец, какой-то чикль. Но вид здесь офигенный. Вот, это вот центр города. Здесь устойчивый сигнал 4G. Антенна виднеется. Короче, практически это как Байокс Кай в Бангкоке. Вообще совершенно шикарно. Это вот вид на центральную площадь. Как я их называю, плацдармаз. Какая тут центральная библиотека или там сельпо. И вот такой еще вид на остальной город. Вообще супер. Код 200 песо с человека. Это 70 рублей. И еще тут даже охранник обыскивает на входе. Там что-то. Там все как положено. Типа фейс-контроли всякое разное. Дорогой друг Михаил. Вот для тебя снимай отчет. Как мы сидим в ресторанчике. Вот таком роскошном. На террасе. В городе Санта-Клара. Заказала себе какую-то типа свинину непонятную. За 1200 песо. Это где-то 400 рублей. Здесь вот такая какая-то. Не знаю, что это такое. Даже не вижу, что это за каша какая-то. Заболелся и заказал спагетти. Я вот тут 4 порции вискаря. 50 рублей за этот шот. Саватик. Еще саватик. Короче, гуляем сегодня. Шикуем. Сбрасываем песо. Ребятушки. Доброе утро. 11 дня. Мы пришли на включенный отельный завтрак. Тут яичных не подают. Какой-то сэндвич. Там и сок. И все. И у нас тут новую напасть. У нас отключили воду. Любую в отель. Цвет есть, воды нет. Такой со мной впервые. Санта-Кварь случайно видели на карте. Монумент, посвященный Чагеваре. И вот решили на него запечатлеть. Городок крохотный. А такая площадь прям охренительная. Какой-то он типа. Стадион, не стадион. Прям практически как в Гаване. Плак такой огромный тоже. Есть что-то высечено. Тут какие-то барельефы революционные. И всяческие надписи. В общем, вот такой вот у нас тут товарищ Че. Вот так кубинно заправляют машины. Когда до полного бака. Они стоят, трясут, надрачивают. Один левый, слева стоит дрочится. Второй дрочится. Чтоб залезло прям по самой гландой. Как в том анекдоте. Говорит, выносите нам полный. Вот он, вот он. Давай, возьми ее, детка. Ребятки, наконец-то. Я дождался этого. Мы попали в святая святых. В российскую обитель. Экстремальную туризму. Город-герой Вородара. Мы проехали, ради этого, 3,5 тысячи километров по кубе. Чтобы, наконец-то, искупаться в море. Это же просто какой-то праздник. Среди киселя из русских туристок. Какая красота здесь, смотрите. Блин, это же... Это вот для настоящей кубы. А все остальное, это просто какие-то извращения. Наконец-то, ребята. Это было так научить столько страданий. На этаже выйдет священный курорт. И... Ну, где же эти гвоснежные пляжи? Где эти гвоснежные розовые сиськи? В желатый момент. Так, наконец-то появилось морюшко. Ну, это такое еще не настоящее, которое с внутренней стороны. Здесь вот лесочка нет. Здесь камушки и отбойники. Слева пока продолжается сама Бродера. Тут, где местные люди живут. И здесь еще пока туристической структуры нет. А вся коса, судя по карте, это 17 километров. И мы сейчас едем в самый дальний конец. Там, так называем, зона туристическая. То есть зона, где содержит туристов в Бродерщиков. Ну, какая же красота. Какое же синее море. Это просто какой-то восторг. Так, ну и, наконец, в поле зрения появилось первое настоящее туристическое жилье. Барселла Солома. Это какой-то шикарный отельный город по 400. Вот это, вот этот житель. Касых, вонючих, сука. Так, красота, как я хочу туда дальше. И дальше в поисках роскошных отелей и пляжей. Ну, какой-то тоже шикарный отель. Аутентичный. Красота, интернациональный. О, смотри, какой-то отель. Интернациональ Вородера. Господи, все эти мои любимые мения. Господи, прости. Доехали мы до самого конца косы Вородера. Все эти 17 километров. Что могу сказать. Абсолютно безжизненная дорога. Ни одной машины, а ни автобус туристический, то мало. Отели все выглядят нежилыми. То есть вообще не души. Полностью все вымершие. Вот тут два местных человека, рабочих, что-то тут загорают. И это вот здесь Марина Вородерская. Тоже абсолютно пустая. Ни единая яхта, ни единого катера, ничего нет. Стоит тут опять какой-то отель Мелия на горизонте. И все с заборами. И на какой-то дикий пляж даже речи не идет прорваться. Сейчас будем пытаться прорваться на какой-нибудь общественный пляж или отельный. Но все это навевает, конечно, полную грусть и тоску. На Кайкоку было как-то поживее и поаутентичнее. Здесь же просто реально какой-то контрационный лагерь для пакетников. Надеюсь, им это оно стоит. Поедемте дальше, друзья. Нашли какой-то дикий выход на пляж. Ага, дикий. Сейчас, блядь, тут народу толпы. Сонячики стоят. Дикий, блядь. Наивный парень. Компот из туристов, как я и хочу. Как я и хотел. Но здесь уже не русские, а всякие эти фашисты. Слушай, ну, годно-годно. Водичка вообще спокойная абсолютно. Тут тишина, музыка не играет. Тут чего не предлагают. Офигенно, конечно. Надо бы найти какой-нибудь пляж с передевалкой. Все-таки искупаться какую-то террасу в Карибском море. Тут опыта такого у меня не было еще. Да, охренительная, конечно, водичка. Ласковая, ласковая. Ну, пляж, да. Такой прям стрёмной травой. Офигеть. Ну-ка, здесь что у нас потеплать? Я посмотрю, скажи, сколько попробовать. Здесь потеплее, должно быть. Да, здесь потеплее. Здесь градус, наверное, 26-27, так по ощущению. Офигеть. Очередная, достопримечательность Вородеры. Кактус гиганта. Пойдемте. Я вас приглашаю увлекать на путешествие по злачным местам Вородеры. Сейчас мы наконец-то видим большой кактус. Это до этого как-то мы не видели большой кактусов. А кактус-ты нету. Вот он. А, нет, какая дверь тут есть. С тропинкой. Так, что там? Новопассе? Не Новопассе. Похоже Новопассе. Сейчас будем перепрыгивать. Сейчас непонятно, что там за кактусы. Где он? Дурдон. Пришли мы все по этой дикой тропе. Тут метров 200 идти. Перелезать через забор. Потому что тут надо что. Кактус какой-то здесь то ли был, то ли. То ли не будут, то ли успели, то ли отремонтировали. Вот. Кактус-гигант. Это вот Гвандес, примечательность Вородеры. Потрясающее место. Все может залезть тут на дерево. И повтыкать на кактус сверху. Ты кактус видишь? Нет, и я нет. А он есть. Сука, мы нашли большой кактус. Охренеть. Вот это кактус реальный. Офигеть. Я таких не раз не видел. Реально большой кактус. Еще тут от большой кактус идет проход на пляж. Смотрим еще один пляж. Ну, тут все как обычно. Зонтики туристы. О, здесь побольше уже. О май гадский щель. Топы. Жесть вообще. Так, здесь основные иностранцы. А так подзревали. Судя по тушкам. Ну да, классики жены. Как здесь доходят пешком? Что интересно? А вот такой выход есть. Да, здесь пошли иностранцы. Прошли через помойку между двумя загороженными отелями. То есть там реальная помойка. Машину бросили. А, в один большой сам отель. Нас не пустили. Кошер же эти соседние. Мы мимо него проехали. И вот решили сейчас помочь пройти. Наслая надежда, что удастся зайти в этот отель и искупаться там. После купания в пресной воде. О, да. Тут проход в отеле есть. Может там есть баня, что-нибудь такое. Зонтики. Надо было денег взять. Чтобы под зонтиками полежать. Вот, Игорь, возьмите. Ну, что здесь прям компот-то не наблюдать, как я хотел. И тут самый один помнишь, маски отны, трех звездочек. Где основном русский турист. То есть, отель. Ну, вот, бутылки пивом валяется. Все так положено. И тут похоже на правду. И он охранник сидит. Можно дать ему денег и пройти скупаться. А, прям слепит меняешь песок. Офигеть. Вон там свободные какие-то лежаки. Сейчас надо играть в зайшем денег взял. Итак, бывают места русского идиота. Бываются на главном пляже Вородера. Вородера была и в Вородера. И искупаться первый раз за всю поездку в Калибском море. Я трогал в долгих золотом моментах. Здесь такие пляжи. Такое ласковое море. Ребята, welcome. Welcome. Это стоит того же. Катите деньги, собирайте чемоданы и пролетайте. Я пошел. Ну все, теперь я тоже пошел. Забудусь. Конечно, только мы заняли лежак. Подошел охранник. Говорит, где-то ваш браслет. Я говорю, нет ни браслета. Вот здесь он, Клюзев. Типрилет, поля, здесь нахер. Я Горазомани. Нет, 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 здесь нахер. Сейчас провожу Светлану в машину загорать. Сейчас мне немножечко покупаемся. Опять через помойку назад. Вот так вот обломали нам простой человеческой части. И я так полагаю, помыться нам тоже не удастся. Вот так вот и живут простые русские туристы. Мы немножко имеем возможность заглянуть из-за забора. Это такая, по-моему, трехзерщая труба. Это не труба, а за гостиницей. И тут у них анимация обезьян происходит. Я вам заточен на русский, потому что там какая-то баба на корове русским кричала. Россия, Руссия, я вас люблю. Тамать, танцевать, скорей. А так мы ни одного русского туриста вообще не встретили за все время. И на пляжах исключительно. И на язычные речи. И в Гаване мы ни разу русских не видели. В общем-то, они живут в своих резервациях тут и никуда не выползают. Одним и такие крейзи чумачеччие. Ждем Игорь пока он накупается там. Я уже окунулся для галочки в Карибское море. Мне достаточно. Свет вообще не стал. Сказал, что в жопке мечка. Там солнце палит, вода соленая. Но я, по-настоящему, не согласен. Нехали там делаться. Пришли на Мирадор. А тут птички, курицы какие-то летают. И вот тут шикарный совершенно мост. Прямо я такие люблю. Офигенный, прям современный. Ущелье глубокое такое. Там, наверное, вот эта вода внутри. И он морюшко видно. Вот так вот тут выглядит. Мирадор так называется. Что там видно речку-то? Нет, речку не видно. Видать, здесь просто какой-то мелкий ручеек. И он тут местные черти сжигают. Там пьянка и гулянка у них. Ну, так навяденько. Само главное, даже бесплатно. Сюда пускают. А там вон город, типа, а-ля сахарная голова, как в Бразилии. Сдаем нашу Васочу, которая отслужила верой и правдой. Приехали сначала узнать насчет полного бака. Вот, они говорят, да, херня, все, говорит, у нас все стоит 3 копейки. С пустым можно отдать. Прощаем, говорит. Все, вот, у вас включено. Вообще кайф. Не надо опять мыкаться в поисках заправки. Вашечка, спасибо. Ты нас, б***ь, послужил верой и правдой. В таких жопах вывал. В 3 с половиной тысяч километров. Огонь. Оказалось, нормальная китайская тачка. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok